Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И мы читаем вторую маковейскую книгу в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Сегодня у нас тринадцатая глава. В маковейской книге, во всех маковейских книгах, как мы помним, описывается история сопротивления Израиля против оккупантов. Сопротивление не политическое, не потому что так боятся иудеи быть под чьей-то властью, а сопротивление больше религиозное, потому что иудеи готовы жизнь отдать. Многие, не все, конечно, но есть такие иудеи, которые готовы жизнь отдать, но не отступиться от исполнения закона Божьего, от заповедей Божьих. И вот поэтому Бог помогает. Бог отвечает милостью тем, кто верен Ему до конца. И вот иудеи маковей одерживает победу за победой. Иногда это очень сложно, иногда с серьезными потерями. Но, тем не менее, против огромных, превосходящих его сил, небольшая армия иудеи маковея оказывается сильнее. Мы читали, что было заключено как бы перемирие между Лисием, фактическим правителем Селивкицкой империи, и иудеем иковеем. Как бы дарованы Иерусалиму и иудеям право чтить Бога так, как они хотят, жить по тем законам, как они хотят. Но столкновения продолжаются, столкновения с жителями соседних земель, соседних городов, с теми, всеми, кто враждебно настроен по отношению к Израилю. Но вот новый огромный поход со стороны Лисия. Он притворно заключил перемирие, он взял паузу для того, чтобы уладить кое-какие свои дела, и вот теперь вновь идет на Израиль. Об этом мы читаем в 13 главе. Итак, 13 глава второй маковейской книги в переводе Брагинской, Шмайной, Великановой. «В 149 году людям Иуду стало известно, что на Иудею с полчищами идет Антиохов Патер, а с ним Лисий, его опекун и управитель государственных дел. И у каждого эллинское войско 110 тысяч пеших, 5300 конных, 22 слона, 300 серпоносных колесниц. Антиохов Патер, это Антиохов Пятый, сын Антиоха Эпифана Четвертого, весьма юный молодой человек, и все государственное управление оказывается в руках Лисия, его опекуна, того, который ненавидит Израиль, того, который уже сражался с Израилем, и претерпел позорное поражение. И вот он огромную армию набирает и вновь идет на Израиль. «Примкнул к ним и Менилай». Менилай, если кто-то внимательно читал первые главы маковейской книги, то он знает, что это очень подлый, опасный человек, негодяй, который за взятку выкупил себе у селевкистских правителей право именоваться первосвященником. И именно при его участии, когда-то Антиох разграбил храм, Менилай сам водил Антиоха по сокровищности храмовой, предлагал ему взять все, что он только хочет. Вот такой человек. И тут он переметнулся как раз в стан противников Израиля. «Примкнул к ним, то есть к Антиоху Пятому, к Лисию, Менилай. Стал обращать к Антиоху свои весьма лицемерные призывы, потому что думал он не о спасении Отечества, но о том, как захватить власть. Ага, сейчас придет Лисий, сейчас придет Антиох Пятый. Они, конечно же, побьют Иуду, его соратников, снова захватят Иерусалим. А я могу вот на этой волне снова стать первосвященником, снова иметь власть в Иерусалиме. Но царь царей пробудил в Антиохе гнев на этого негодяя. И поскольку Лисий указал на Менилая, как на виновника всех бед, царь приказал отвезти его в Берию и казнить по обычаю этого места. А теми из башни в пятьдесят локтей, наполненной пеплом, в ней было вращающееся устройство, с которого соскальзывали в пепел. Всех тех, кто повинен святотатстве или совершил некие иные нескольканные злодеяния, сталкивают туда на погибель. Вот какой смертью выпало умереть преступному Менилаю. Клочка земли ему не досталась, и по делам. Ибо после всех преступлений против жертвенника, огонь которого был свят и пепел свят, он смерть свою нашел в пепле. Вот так говорит автор Второй Маковейской книги о кончине этого негодяя. Это кончина позорная с точки зрения Иудея. Умереть на чужбине — это гнев Божий. Умереть и не сподобиться погребения — это позор. И вот все это постигла Менилая, который рассчитывал на этой новой волне нападения восстановиться, снова стать первосвященником. Вместо этого он обрел свою позорную, мучительную смерть. Но почему? Потому что на самом деле за всеми событиями стоит воля Божия. Так считает автор Второй Маковейской книги. «Царь царей», то есть кто? Господь Бог Вседержитель, пробудил гнев Монтиохина и на этого Менилая. «Между тем царь, вынашивая замыска, еще более варварские, наступал, чтобы дать им урок строже, чем бывало при его отце». Интересно, что автор Второй Маковейской книги этих, казалось бы, просвещенных эйлинов, которые всюду насаждают эйлинские обычаи, называет варварами. «Настоящее варварство — это то, что они делают». «Узнав об этом, Иуда велел всему народу денно и ночно призывать Господа, дабы и теперь, как никогда прежде, он помог тем, кто мог лишиться и закона, и Отечества Святого Храма, и не позволил, чтобы народ, который едва успел вздохнуть свободно, подчинился богохульным язычникам». Огромная армия идет на Израиль, огромная угроза, очень серьезная, положение практически безнадежное. Что велит делать Иуда? Готовить оружие, сооружать укрепление? Нет, прежде всего он велит молиться, денно и ночно призывать Господа. «После того, как все вместе они совершали это, и целых три дня непрестанно молились, милосердному Господу, плача, постясь, пристараясь, ниц, Иуда приободрил их и приказал выступить в поход. А наедине со старейшинами он постановил, прежде чем войско царя войдет в Иудею и завладеет городом, выйти ему навстречу, чтобы с Божьей помощью решить дело. Не ждать в Иерусалиме, не ждать осады города, идти навстречу». Очень смело решает действовать Иуда Маковий. «Предоставив попечение об этом зиждителю мира, призвав своих людей храбро стоять насмерть за законы, за храм, за город, за отечество, за гражданское общежительство, он расположился станом возле Мадеина». Вот за что они воюют. За законы, прежде всего. За храм. За то, чтобы в храме совершались богослужения. За город. За святой город Иерусалим. «Дав своим людям условный знак «Победа Бога», он с отборными доблестными юношами ночью бросился на царский шатер, напал на стан, уничтожил около двух тысяч человек, а кроме того заколол самого большого слона вместе с его погонщиком. Наконец, нагнав на стан страх и смятение, они благополучно отошли. Случилось это уже на рассвете, ибо Господь осинял его своим покровительством». И вот ночью, подав Иуда, его сторонники, тихо, бесшумно стараются подойти к лагерю врагов, чтобы взять их врасплох, он подает какой-то условный знак «Победа Бога». До этого по-другому назывались условные знаки «Помощь Божия». Раньше такой знак подавал Иуда Маковей, а теперь он уже подает знак «Победа Бога». Они не просто верят, что Господь может им помочь, а они верят, что Господь может дать им победу. И вот такой ночной набег на вражеский лагерь с большими успехами для Иуды. Царь же, испытав, какова отвага иудеев, постарался разведать местность, двинулся к Бет-Суре, мощной твердыни иудеев, наткнулся на препятствия и был отбит и потерял людей. А Иуда послал сидевшим в крепости все необходимое. Эту тайну открыл врагам Родок из аудейского войска, но был изобличен, схвачен и заточен. Царь снова вступил в переговоры с жителями Бет-Сур, заключил мир, удалился и напал на людей Иуды, потерпел поражение. «Узнал царь, что Филипп, оставленный в Антиохии, правителем, обезумел. В замешательстве он пригласил иудеев, во всем уступил, поклял соблюсти договоры и пошел на мировую, принес жертву храму, оказал почести и месту поклонился». Ну, вот так Господь в этот раз дает им победу. Небольшие столкновения, небольшие стычки перед лишающим сражением, но вдруг выясняется, что в Антиохии, в столице империи, большие неприятности, грозящие Антиоху и Лисию потерять свое положение. Филипп обезумел, на самом деле сражается за... пытается вот воспользоваться отсутствием этих людей для того, чтобы завладеть престолом, завладеть властью, и они отступают, они возвращаются в Антиохию. Новый мир, новое перемирие, можно сказать. Затем он радушно принял Маковея, оставил правителем от Толемаиды до области Геренов, прибыл в Толемаиду, жителям Толемаиды не нравился договор, они были оскорблены и поэтому хотели объявить условия его недействительными. Выступил на суде Лисий и защищался, как мог, и уговорил их, и успокоил, и склонил на свою сторону, и отправился в Антиохию. Вот как царь наступал, и вот как он возвращался. Снова Иуда победил, но в этот раз не благодаря какому-то исключительному сражению, а через обстоятельства жизни Господь помог Израилю. Это, конечно же, плод вот той молитвы, которую три дня непрестанно совершали иудеи по указанию Иуды. Царь наступил, и царь отступил, царь возвратился в Антиохию, а Израиль снова может жить относительно спокойной, относительно мирной жизнью. Вот об этих событиях нам говорила 13-я глава 2-й Маковейской книги, которую мы читали в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok